Добрый день! В секторе литературы по дизайну Кеменского государственного института культуры открылась новая выставка, которая называется «Мастер жанровой сцены». Она посвящена творчеству Владимира Егоровича Маковского. Рожденный в культурной среде преподавателя Московского училища живописи, зодчества и вояния Владимир с юношеских лет, подобно писателям знаменитым Владимиру Геллировскому и Петру Бабрыкину, он интересовался жизнью маленьких людей. И поэтому, в отличие от передвижников, в чём товариществе принимало активное участие, его картины не несут боль, страдания и обличения. Скорее всего, это написано с нисходительной улыбкой, с иронией иногда, иногда просто с добротой. И жизнь обывателя, жизнь маленького человека, о котором со временем напишет свои рассказы Антон Павлович Чехов. Это было время изучения именно этого демократического подхода и рассказ о жизни маленьких людей. На выставке представлена удивительная книга, которая называется «Товарищество передвижных художественных выставок». Совет Третьяковской государственной галереи решили издать письма, документы, собрания, уставы и так далее. Это очень любопытный документ культуры и эпохи передвижничества. Мне кажется, что будет интересно почитать знатокам, любителям, да и просто широкой аудитории, книгу искусствоведа Фриды Соломоновны Рогинской, которая называется «Монография товарищества передвижных выставок. Исторические очерки». Ну и, безусловно, воспоминания о передвижниках Якова Даниловича Минченкова. Это очень эмоциональные, с пряморечью, с диалогами, зарисовки и воспоминания художника, который жил в этой среде, занимался, общался с передвижниками и оставил любопытнейшие характеристики, в том числе и Маковского. Безусловно, на выставке мы отразили одновременно и альбомы, рассказ о творчестве, и эпоху, и документы эпохи. Поэтому выставка интересна как для широкой аудитории, и для студентов, так и для преподавателей. Все.